И просто хочу напомнить, что некий блогер выложил у себя запись, где Демин, заведующий кафедрой коневодства, профессор, доктор наук, лжет о том, что в первом томе Государственной племенной книги горских лошадей указана карачаевская порода лошади. И я привел доказательства, что в первом томе ГПК горских лошадей нет записи о том, что существовала карачаевская порода лошади. Конец цитаты, Аскер Хаширов. Давай заново заглянем в первый том Государственной племенной книги. Вы сами, перечитывая племенную книгу первого тома, пропустили целый абзац, где указано слово племенной. В Карачае, частично в русских районах и в некоторых конных заводах распространена карачаевская лошадь. Она отличается от кабардинской более тяжелой и простой головой с прямым профилем, короткой шеей, менее выраженной холкой, меньшим ростом при большей длине туловища, обхвате груди и пясти. Более приземистый верховой тип выражен слабее. Резко выраженных отличий между кабардинской и карачаевской лошадью нет. Встречается много животных переходных форм, поэтому считать карачаевскую лошадь самостоятельной породой нет оснований. Едва ли карачаевская лошадь будет иметь самостоятельный путь развития, более целесообразным следует считать изменение ее типа в направлении кабардинской лошади. Тем более, что хороших карачаевских жеребцов почти нет. Аскер, чтоб увидеть карачаевскую породу в первом томе горских лошадей надо читать не пропуская целые абзацы, обращаю ваше внимание, на то что дыма без огня не бывает, и не бывает племенного животного, без породы, так что карачаевская порода была, есть и будет, просто надо быть повнимательней и учить термины племенного дела, и, иногда включать логику. Государственная племенная книга горских лошадей, том 1, составил Покровский, Пятигорск, 1935 год, страница 76, Кабардинский госплем, рассадник горских лошадей, организован в 1933 году на средства аборигенного управления НКЗ РСФСР. По проекту должен был представлять рассадник высококачественных горских, преимущественно кабардинских лошадей. Хотя в системе главконупра существовали более ценные группы племенных горских лошадей 34, 35 и 38 конзаводы, с самого момента организации рассадника встретился целый ряд затруднений. Во-первых, в районе разведения горской лошади не нашли земли для рассадника. Во-вторых, главконупр не дал племенных лошадей из своих заводов. Примеру главконупра последовали и национальные области, организаторы рассадника получили 82 горских матки племенного значения, в большей части карачаевских, из колхозов Терского округа, конец цитаты. Я обращаюсь к самому главному знатоку коневодства, всех времен и народов, ответь уважаемый хаширов, вот вы уверяете, что в первом томе нет карачаевской породы, что означает термин племенного значения, и еще вопрос, по каким признакам узнавали лошадей, вот это балкарская, вот это, карачаевская лошадь, если породы не существовало? Определение термина племенной. Племенной, чистокровный, породистый, годный для продолжения породы. Конец цитаты, если животное относится к племенной, значит чистокровный, если чистокровный, значит породистый, в данном случае, если в первом томе написано карачаевские племенные матки, или карачаевских кобыл племенного значения, то они относятся к карачаевской породе, уверяю, что любой суд вынесет решение в пользу карачаевской породы и все труды хаширова пойдут на смарк.